По статистике, подрастающее поколение нашей страны мечтает о карьере космонавта, полицейского, пожарного, врача или же банкира. Но в Губкинском молодежь думает иначе. Мальчики и юноши считают, что нужно работать в нефтяной и газовой промышленности, а девочки их в этом поддерживают. А вот в далекие 80-е годы мечтали о других профессиях. Лично я в школьные годы хотела стать балериной. В наше время таких экскурсий, встреч, конкурсов, направленных на выбор профессий было очень мало. Я думаю, что нынешние дети, посетив столько экскурсий, повидав столько представителей профессий, будут делать выбор более осознанно. Действительно, благодаря фестивалю профессий многие губкинские школьники определились, с кем станут в будущем. А это значит, что окончив полюбившийся вуз или колледж и получив долгожданную специальность, им не придется стоять на учете по безработице в центре занятости населения. В будущем я хочу связать свою профессию с ремонтом машин, чтобы узнать систему машины, из чего она как состоит. Кем-то хочу стать из нефтяной отрасли, может геологом нефтяной промышленности. Мне больше всего понравилась профессия повара, так как это очень интересно. Я сама уже пытаюсь готовить, и у меня неплохо получается. Я хочу стать инженером-технологом. Это захватывающая профессия, потому что там она связана с тем, что нужно защищать всякие свои проекты, дипломы и так далее. Фестиваль профессии украсили концертные номера. На сцене молодежного центра «Факел» выступили творческие коллективы города. Огромную благодарность хотелось бы выразить индивидуальному предпринимателю Никитику Александру Дмитриевичу за то, что оказали поддержку в организации этого фестиваля. Также молодежному центру «Факел» за организацию проведения данного мероприятия. Сейчас на учете по безработице в центре занятости населения состоят 88 губкинсов. На конец 2012 года эта цифра составляла 95 человек. Примечательно, что каждому безработному раз в месяц выплачивается пособие от 1000 до 7000 рублей, в зависимости от размера зарплаты, получаемой на прошлом месте работы. Дмитрий Самойленко, Решат Ракаев, Новости Губкинского.